Кения, Африка, Голландия, Украина. Собрать открытки со всего мира. В Дагестане набирает популярность новое хобби. Пост-кроссинг, обмен карточками. Герой нашего следующего сюжета Екатерина Дитковская. Уверяет, что это не просто открытки, а уникальное фото и новые знакомства. А еще возможность рассказать про Дагестан кому-нибудь из далекой Бразилии или Венесуэлы. Такой милый оранжевый монстрик. Она из Финляндии. И девушка пишет, что на этой картинке изображен ее муж. Может быть он не самый красивый мужчина в мире, но зато очень умный. Они друг друга любят. Это первая открытка, которую получила Катя. Еще одна интересная. Привет всем майке. Особенно дорог получателю. Хотя остальные приветы не менее больше трех тысяч открыток. С причудливыми фразами, пожеланиями, картинками. Собраны за три года активного пост-кроссинга. Вот здесь изображено что-то типа Джона Леннона и ежики. С какими-то подводными лодками. Ну в общем отправитель постарался специально для меня что-то необычное нарисовать. Вычитала в журнале о том, что можно вот так по всему миру перекидываться открытками и эмоциями. Самое главное пост-кроссинг вне политики. Своеобразная зона толерантности и дружбы народов. Так завязывается некоторое знакомство. Это бывает не часто, но такое бывает. С очень многими отправителями из России так получается очень часто. Украина, Беларусь, в общем все русскоязычные страны очень грешат тем, что любят отправлять друг другу ответные открытки. И получается, что мы начинаем регулярно переписываться, обмениваться. Потом уже переходим даже в соцсети и ко всем праздникам друг другу отправляем. Есть и уникальные. Вот это в форме бутылки, как послание, которое кидают в море. А внутри чья-то сокровенная тайна. В таком виде ее бросают в почтовый ящик и в таком виде она приходит ко мне. Это обычный конверт. Внутри письмо я его распечатывала, я читала. Девушка там пишет о своей жизни. Часть коллекции выставлялась здесь, в национальной библиотеке, в рамках книжной ярмарки. Тут приветы из Литвы, благодарность от детей Кении. Кто-то пишет, что приехать в Дагестан пока страшновато, но открытку получить не против. Кто-то просто отправляет немножко тепла. Я их все люблю. Как их можно не любить? В ответ Екатерина посылает открытки с дагестанскими красотами. Как полагается, море, горы, да и вообще города. Махачкала, Каспийск, Дербент и Сбербаш. Очень будет большой популярностью фотографии русского театра, например. Иногда приходится отправлять открытки с картинами, просто иллюстрации какие-то, интересные люди. Их я заказываю в интернете и отправляю потом уже. Своё хобби называют болезнью. Неудивительно удержаться и не отправить очередную открытку не может даже во время разговора. Несколько строк марки почтовый ящик. Твоя первая открытка к тебе улетела, ты её получишь через три дня. Весь мир в маленькой коллекции. Уже забытые почтовые открытки набирают новую силу и новую идею. В мире больше 200 тысяч активных посткроссеров. Каждую минуту карточки доставляют в разные страны и на континенты. Вот и сейчас, возможно, где-то в далёкой Бразилии кто-то разглядывает открытку с изображением Каспийского моря или столичного театра. И с улыбкой читает. От Кати с наилучшими пожеланиями. Мадин Рамазан и Юсуп Гази Амаров. Время новостей.